Ассаламу алейкум, хурмят агаин. Сегодня 6 июня. Прошел практически ровно год с того момента, как мы были на митинге 9 июня, когда избирался незаконный, нелегитимный президент Республики Казахстан. Мы выходили тогда на площадь против этого несправедливого, незаконного решения, против этих незаконных выборов. Мы против такого, что у людей не спрашивают, никакого не дают им выбора, и президента назначает президент, который сидел до этого, который тоже ЦАБР нас не устраивает. Мало того, что он избрал президента, сам поставил, назначил. Взяли, поменяли столицу. Короче, идет полное самоуправство. Вот прошел год, ничего не поменялось. Мы каждый раз выходим на эти митинги. Власть не слышит народ, власть не хочет слышать народ. Мы будем добиваться того, чтобы в нашей республике власть мирным путем сменилась. По этому поводу я обращаюсь сейчас к гражданскому обществу Республики Казахстан. Люди, проснитесь. Почему вы не поддерживаете, не выходите на эти митинги? Почему на митинги выходят практически одни и те же люди? Численность этих людей, она незначительная. Почему вы не поддерживаете? Или вас все устраивает в этом Казахстане, в нашей стране? Если вас все устраивает, если вы настолько все зашуганные, пугливые, и настолько забитые, как бараны, люди, которые стоили, стоите, можете дальше жить, нас это не устраивает. Я прошу вас, очнитесь. Если мы дальше будем так находиться, наша страна превратится натуральным образом в бамбуковую страну. Нас будут просто-напросто раздирать все страны мира. Поэтому мы хотим, в нашей стране первое, чтобы у нас установилась парламентская республика, чтобы у каждого гражданина республики Казахстан был выбор, чтобы каждый гражданин Казахстана был гарантированно человеком обеспеченным, чтобы право человека было выше закона. Вот за эти права мы боремся, мы выходим на эти митинги. И мы требуем и хотим поддержки от нашего населения. Не сидите дома, не будьте диванными экспертами. Мне сегодня, 6-й день, митинге шуттык. Был жерде халптың митинге шыққанда, Жан Болат Мамайдың адамларына жол ашылдыда, бірақ мұна жердеге қарапайм халпқа жіберген жоқ. Даже джиналған жоқ, бір жерде джиналғаным джиналғаным дайсиақ неге алып кетіп отырды. Бізге ешқандай еркін сөйлейді алмадық, өз ғойымызды жеткізе алмадық. Мұна жерде, біздің талағымыз тек қана жер сатылмасын. Жер сатылмасын деген талапты қойдық. Саясы тұтқынларға бостандық дедік, бостандық берілісін деп, біз айтамыз деп келдіп, біз сону талап етеміз, саясы тұтқынларға бостандық берілісін, жер сатылмасын. Содан ке, мұна бізге келерге жасап отырған кембі қызметкерлері, мұна полиция қызметкерлері, осылар бізге кетерге бол болдыр. Неге сіздер халық жағына өтпейсіздер, неге халықты қорғамайсыздар, неге жемқор, қылмыскер билікті қорғайсыздар. Біз бәрі-бір шындықты айта береміз, бірақ мұна жерде шындықты айтқан адамды экстремист деп шығарды жатыр. Біздің қай жеріміз екстремизге құқсайды. Біз екстремизге құқсаймыз ба? Кімді айтады экстремист деп. Адам өлтір бұтқан адамдар айтуға болады. Мысалы, Дулат Ағадылды өлтірген топты айтуға болады. Мүлік өзі екстремист. Мені Қалтынбек сәршен баевті, Заманбет нұрға дейліпті. Сонды өлтірген осындай саяси адамдарды өлтірген адамдарды мен өзім неге жатқызамын. Экстремистге жатқызамын. Мұна жердеге жай қарапайым қал қандай экстремист болады. Біз өзім талап етеміз. Біз үшқандай экстремист емесбіз. Біз бейбіт түрде шеруі шықтық. Та жү қолдарымызды байлап үшқандай ешкінде кедерге жасаймыз, қолдарымызды байлап үшқтық, соның өзінде қолдарымызды бауларымызды кесіп, ана жерде сүйріп алып кетті. Сонда мұна жерде әділдік жоқ. Біз тек қана әділдікті талап етеміз. Қазақстанда зан жоқ. Зан жүзінде болсын. Зан қарапайым қалққа да болсын. Біліктегіл үшін емес. Біз соны талап етеміз. Сонғы үш шайда бүгін... үш шайда үш бел сенгілділді өлтірілді. Олдыген Дула таға діл. Аман беке қайрола Жанес. Серк оразып. Америкада мысалы бір... қара нәсілді бір кісіні өлтірбеді. Бүткілі Америка протезке шықты. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...